что случилось с тобой почему церковь так долго молилась вариант транспорта которые ты прямо связаешь все это мотоцикл и помогает помогает там этом я не знаю каждый на 1 20 уронялся пожалели что поехали на мотоциклах наверно вот в этом то есть ты признаешь что ты сделал ошибку до чтобы ошибки я только проснулся через три недели а 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 т т а Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире евангельская аналитическая программа «Сион». Моё имя Анатолий Попов, мой собеседник... Михаил Сержевский. Вот у нас сегодня очень веская причина. Человек, который назывался Михаилом, он пережил 22 дня в коме. И еще одна особенность, эти часы, эти дни он провел в Перу, в больнице, где люди непривычные нам. И перед этим он путешествовал по миру, можно сказать, кругосветку делал. И вот обо всем об этом мы сегодня хотим рассказать. Что случилось с тобой, почему церковь так долго молилась, и как ты вот это дело понимаешь? Со мной произошел инцидент, который случился в поездке, которую мы запланировали с моим двоих братом и с еще одним другом. Поездка наша заключалась в том, чтобы достичь самой южной точки мира на Южной Америке. Вы ее достигли? Мы ее достигли, да. Пингвинов видели? К сожалению, нет. Они прям не в том месте живут. Там люди живут, там есть город, Ешвайя называется. И они, походу, пингвинов выкинули. Пингвины немножко там южнее на острове, да? Да, они обычно возле океана в стране. В тот день шел дождь, когда мы не хотели туда ехать, мочиться, чтобы просто увидеть пингвинов, а не как бы у нас из зоопарка есть. Хорошо. Вас трое выехало из Америки на юг до самой южной точки. Да, 8 декабря мы выехали, пересекли границу Сан-Диего через Тихуана. И вот наш путь начался через Мексику 8 декабря. Почему именно в декабре? Зачем вам зимнее время путешествовать? Можешь объяснить? И также многие люди не понимают, что за экватором начинается лето в это время. Да, абсолютно верно. В декабре, потому что другой наш, Михаил его звать тоже, который попутник с нами ехал, у него как раз закончилась школа в декабре 6, и мы раньше не могли. Из-за этого пришлось выехать 8. И в декабре у нас, да, зима, а на южном полюсе лето. И мы пытались по возможности самобыстро туда достигнуть, чтобы там уже не настала осень и зима. Вот вы выехали из Америки. На чем вы поехали? Мы как хлопцы, молодые, полной энергии решили, что самый такой вариант транспорта, который ты прям осязаешь все, это мотоцикл. И мы каждый себе купили мотоцикл, который подходил бы под эту дорогу, под эту задачу. Доработали, оборудовали, какие-то вещи докупили, чтобы могли все вмещать. Все свои одежды, кухню, инструменты, палатки. И на этих вот трех конях отправились на Южную Америку. Как давно ты пользуешься мотоциклом? Как давно ты им управляешь? Где-то лет 12. У меня постоянно в гараже что-нибудь стоит на двух колесах. Что хорошего в мотоцикле? Все-таки вот хлопцы некоторые на трачках ездят, на SUV. И просто легковой машине проще же в багажник загрузил и поехал. Ну, мотоцикл, как бы, да, по молодости каждый хочет мотоцикл, потому что это адреналин. Ну, чуть-чуть покататься, ладно, и я бы не против, там, минут пять, там, ну, до часа. Но ехать такой путь, это, в общем-то, не очень приятно, на мой взгляд. На любом транспорте, если вы путешествуете, даже вот в самолете вы когда летите, ты часа четыре отсидел и уже хочется встать, хочется ноги вытянуть. А мотоцикл, как бы, не сильно отличается неудобствами. То есть ты так же сама сидишь, ты так же сама через четыре часа, там, хочешь растянуться. Ну, плюс там мотоцикл, ты можешь это сделать, встать. Ты можешь встать, ты можешь ноги вытащить, можешь разомнуться, тебя ничего, как бы, нет. Ну, люди думают, что, ой, это ж так долго и больно. Но ты вот сидишь, ты руки вот держишь на руле и, как бы, ну, нет дискомфорта в самом то, что ты сидишь на мотоцикле. Дискомфорт приходит потом, когда ты уже долгое время проехал. Естественно, уже, ну, неудобно сидеть, потому что, ну, как в самолете, как в поезде, как везде, знаешь, хочется размяться, подождать. Ну, допустим, ну, смотри, ветер, дождь, холод, жара на мотоцикле, это же больше ощущается, и это больше мешает. Ну, мешает или улучшает? Как бы, весь экспириенс, он, мне кажется, даже больше запечатляется, запоминается. Из-за того, что вот эти все элементы природные, ты больше ощущаешь. Ты вот проехал какой-то луга, и ты ощущаешь запах вот свежей там травы. Кстати, вот воздух, который ты обонял в это время, где самый лучший? Вот я слышал про Америку, что в Америке три штата самый лучший воздух – это Аляска, Гавайи и Вашингтон. Согласен ли ты с таким утверждением? Это вроде бы статистика. И по твоей дороге где было приятнее дышать? Ну, однозначно в горах. Как высоко в горы вы заезжали. Я слышал, что когда заезжаешь достаточно высоко, там еще хуже дышать, труднее дышать. Страна Боливия, почти вся страна находится более чем 3,5 тысячи метров над уровнем моря. И самый большой перевал, мы переезжали, было где-то 4 800 метров над уровнем моря. И в тот день Биг Майку, мы ее так назвали, Михаилу ему стало… Он намного больше тебя? Да, он чуть выше меня, он так подкачанный, так чуть больше. И сейчас я намного меньше его после аварии. Просто он две миши, и надо было как-то различать. И то ему стало даже плохо, голова болела, такое чуть окружение, как бы дискомфорт. И мы в тот день даже раньше остановились и сказали, что надо отдохнуть. И пошли на маркет, на базар, и читая местные как бы recipes, что coca leaves, листья от plant, это какао или кофе, да, его можно заваривать в чай, можно просто так жевать. И как бы помогает. Помогает переносить давление в Содхор, да? Да. Сколько раз вы падали за дороги, были ли какие-либо инциденты еще? Были, ну, слава богу, что они не обошлись ничем серьезным, кроме пару царапин там на мотоцикле. Пару раз на асфальте в каком-то в городе, по-моему, в Аргентине масло было разлито на перекрестке. И как-то я его объехал, но я даже не видел, что он там был. Просто путь, по которому я ехал, он чуть шире шел. А ребята сзади ехали и прям один на другого завалились, потому что на масле подскользнулись. Кстати, раз ты уже затронул имена, у вас было два Михаила, кто был третьим? Рувим. Рувим, да? Да, мой двойерный. Значит, один раз пару парней упало, да? Да. И дорога, которая шла через Бразиль, 319-й рут называется. Рут – это дорога, да? Как шоссе. Да. Ну, на карте она прям такая толстая желтая линия, что типа, да, дорога. А на реале там просто была каша. А асфальта уже там в конце 80-х нету. И в этой, в такой, в глине, в такой скользкой каше, то мы там, я не знаю, каждый на раз 20 уронял свой мотоцикл, потому что она столько скользкая, ты, хотя ты едешь медленно, но он шатается, ну, как скользит, ногу выставляешь, нога тоже соскальзывает и просто падаешь. Потом ждешь, пока твой товарищ остановит свой мотоцикл, придет тебе и вдвоем его поднимаете, потому что одному нереально, потому что опять у тебя ноги, все скользит и не можешь поднять его. Пожалели, что поехали на мотоциклах? Наверное, вот в этот момент хотелось, да, какой-то трачок, чтобы так газанул все четыре и поехал. Мне кажется, вот это было из одной из таких самых физически трудных дорог, это было в Бразилии, 400 километров бездорожья, из которых примерно 200 и 250 были прям такие, ну, жесткие, жесткие, особенно после дождя. И давай перечислим страны, которые вы посетили. Вот вы заехали в Мексику, какие страны были следующие? После Мексики идет Гватамала, Хондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама. Панама это уже центр, битвин два континента. Да, 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 Панама это центр, и между Панамой и уже Южной Америкой нету дороги напрямую. Там идет джунгли, которые никто никогда не построил дорогу. И кроме местных аборигенов, и на панамской стороне там стоит military base, военная станция, а на Columbia side там просто какие-то аборигены живут, и туда дороги нету. То есть в Колумбии не хочет ездить в Панаму? Да. Ну, я не знаю, кто кому не хочет, но им не выгодно это дело. И из-за этого между Панамой и Колумбией все идет либо самолетом, либо кораблем. Из-за короны, в сложности, мы и рассчитывали вообще-то ехать кораблем, плыть, но эти маленькие такие маршрутные корабли из-за короны позакрывали, и нам пришлось покупать билеты на себя и на мотоцикл, и уже перелетать мотоциклом с Панамы в страну Колумбию, которая следующая идет. Перелетевший в Колумбию, мы вообще-то наш путь хотели проделать против часовой стрелки. и подняться вверх, но на тот момент, опять из-за короны, Перу было закрыто, и нам пришлось ехать по часовой стрелке. То есть вы поехали на восток? Да. Через Эквадор ты не проезжал? Нет, лично я не проезжал, да, потому что поехавший в эту сторону, я не доехал до Эквадора. В Перу был инцидент, а в Эквадоре следующая страна уже... Собирался ехать, да? Вот как по чавосцевой стрелке. Да, да, да. То Колумбия, Бразиль, Аргентина, Урагвай, кусочек Чили мы захватили, Боливия, Перу. Лично я проехал 12 стран. Что дальше планировалось после Перу? После Перу, Эквадор и потом опять Колумбия. И ребята, Руим и Майк, они все-таки после того, как они пробыли со мной в больнице, это время, они продолжили свой путь. И обратно, проехавшие через Эквадор, заехали в Колумбию, опять самолетом перелетели в Пенамо. и поднимались вверх, так как мы спускались. Перед тем, как мы перейдем к твоему инциденту, коротко о каждой стране. Что ты считаешь ценным, важным рассказать? Опиши эти страны. Как ты их запомнил? Ну, Мексика нам запомнился очень жаркой страной. Большинство времени мы ехали вдоль океана, чтобы ночевать на пляжу. Как бы, пляж, он государственный. Все могут на нем, скажем, аксесс иметь. И то Мексика была очень жаркая. То есть везде, не только в Америке, такой закон, что пляж, вот ты, я помню, вот в гостиничном комплексе не понравился тебе пляж, ты идешь к другой гостинице, потому что пляжи везде общие. Я не знаю про все остальные страны, но про Мексику точно знаю, что это так. Потому что в других странах нам было сложнее найти, где можно было кемпинг на пляжу сделать. Намного меньше, прям намного меньше было мест, где можно было кемпануть. Гватемала сразу идет такая горная зеленая страна. Очень много гор, очень много зелени. Люди отличаются. То есть для нас, мы здесь живем, для нас они все мексиканцы. То есть мы думаем, мексиканцы. Они говорят по-испански, значит, это все мексиканцы. Но они очень разные. И когда ты проезжаешь разные страны, ты начинаешь видеть эту разницу. В Гватемале люди очень короткие были. Горные люди их называют. Ну, потому что там очень много гор. Много плантаций этих кофе выращивают. И прям поля у них идут прям на склонах. Не горизонтальные, а почти под углом. Да, да. И все как бы вручную. Все работы проводятся вручную. Вместо того, что трактором, экскаватором каким-нибудь. Все лопатой, все вручную. И ехавшие мы, скажем, удивлялись. Но насколько это силы, надо и труда, чтобы вот так вот жить. Чтобы все вот это вручную обрабатывать, выращивать, вспахивать. На вот таком вот склоне. То есть Гватемала самая тяжелая для работы площадь, да? На твой взгляд, нет? На том, что, да, не было флот. В Гватемале было очень много вулканов. Даже на нем сейчас есть действующие вулканы, которые постоянно потихонечку... Извергают лаву. Извергают лаву, да. Мы не доехали. Видели сдалека вулканы. Так с них, знаешь, порог идет синее небо. И так, знаешь, тучки прямо с вулкана. На тот, который извергает лаву, то мы туда не попали. Очень-очень много мест, в которых люди спрашивали, а вы там были? А туда заезжали? И просто, ну, нереально. Мы потратили... Мы рассчитывали поездку 6 до 8 месяцев примерно. И если не считай инцидент, то мы проехали где-то 4 месяца. Проехали, пока не случился инцидент. И за это время просто нереально остановиться даже на, скажем, 10 высших точек каждого страны. 4 месяца с декабря. Это январь, февраль, март. То есть ты попал в инцидент в марте, да? Не, в апреле. В апреле даже. Значит, 5 месяцев. Да, в марте, вот в декабре 8 мы выехали, а 12 марта мы были в городе Юшуая. Это самый южный город на Южном Америке. А весна там такая же? Все цветет, пахнет? Там уже была осень. Точно, у нас весна. Да, у нас была весна, март. А у них была осень. И мы когда подъезжали в этот город, было где-то 50-55 градусов тепла, и шел дождик. Листики так же опадают, как и здесь? Нет. Я бы сказал, там было более хвойные. Ёлки. Ага. И вы едете, и замечаете много желтых и красных листьев. Я вот не предпоминаю. Как бы, наверное, нет. То есть, возможно, там были другие деревья, потому что мы даже такие, о, ёлки появились. Как бы для нас было удивительно, что опять после джунглей, после всяких пальм, всяких вот этих зеленых растений с огромными листьями, ну, уже появились ёлки. Мы такие, о, как дома. То есть осень ты там не почувствовал, не заметил? Да, кроме вот этих пару дней, что было холодно, ну, после центральной, ну, после того, как мы через всю жару ехали, то в 55 уже было холодно для нас. Вот как это привыкли к теплу. Так особо и осенью мы не заметили, и опять мы оттуда быстренько выехали, и опять у нас наступило лето. Как бы. И вот Панама, и вот этот вот отрезок, вот от Гватамалы до Панамы, оно похоже. Они вот эти страны очень похожи. То есть где-то больше гор, горнее, где-то меньше. Но они по зелени, вот по зелени, как бы по своим деревьям, кустам, как бы, они очень похожи. И не могу сказать, что конкретно какая-то страна из них там, ну, вот это wow different, you know. Коста-Рика мне очень понравилась в том плане, что из этой вот секции там было больше белых людей, больше туристов, больше, как бы, всякие места, которые заточены на туристов, на эту аудиторию. И так, ну, как-то приятнее, значит, больше, как здесь, знаешь, дома, немножко чувствуешь. Как бы Коста-Рика такая мне понравилась. Ну, вот это ананасы, там, бананы, манго, все вот эти фрукты, как бы, все. Они и в других странах, соседних тоже есть. Просто вот, как бы, куда бы я вернулся, просто на какие еще, это, наверное, Коста-Рика. То есть Коста-Рика более ориентирована на путешественников и туристов, да? Да. А вот из Северной Америки, если закончить Центральной Америке, до Южной Америки, ты сказал, что в Гватемале люди самого меньшего роста. Я бы сказал, наверное, да. То есть, даже сравняя их с остальными людьми, хотя они и в Южной Америке тоже не все высокие, но в Бразилии были люди достаточно рослые, в Аргентине, потому что они больше были смешаны с европейцами. Именно коренные вот местные жители, перуанцы, допустим, боливийцы, которые вот живут в горах, коренные, они все невысокого роста. То есть они нам, все на голову меньше, как минимум. Ну, не нам, тебе, я-то пониже тебя немного. Не знаю, что. Может, и вам тоже с теми людьми сравнивать. Хорошо. То есть я могу себя там рослым почувствовать, да? Да. То есть, когда я встал, в больнице, когда меня подняли медсестры первый раз, когда ты лежишь, ты не можешь осознать, насколько они высокие, я встал, они мне реально вот здесь. То есть я 6 фитов высотой. и сколько человек тебя поднимали? Мне кажется, их пятеро меня на кресло поднимали, а потом потихонечку учили вставать. Ну, если ты что-то хочешь еще особенное добавить по странам, тогда добавь. А если нет, то перейдем к твоему инциденту. Как ты к нему подъехал? Каждая страна по-своему красива. Я бы сказал, самая такая страна, в которой бы хотелось вернуться и побольше попутешествовать, это Аргентина. То есть не Коста-Рика уже? Коста-Рика просто отдохнуть, не путешествовать, просто отдохнуть вот в этой попугае, где красные летают, и вот эти черные с желтыми клювами, как бы, ну... То есть красивые птицы. Аргентина, да, она очень просто, очень большая. И вот самая такая вещь, которую мы в жизни никогда не видел, хотя я вот был в Glacier National Park в Монтане, он называется Glacier, как бы эти... Мы попали на Glacier в Аргентине, и это вот реально был ледовик. То есть это был такой Glacier, что я даже... Ну, я не знал, что такое существует. И как бы вот так вот с гор сходит лед, он где-то так 60-80 фитов высотой, а здесь внизу озеро, а здесь такая смотровая площадка, и есть даже кораблики, на которых их можно заплатить и подплыть к этому льду, и вот так на него смотреть. И этот весь лед он живой, как бы он как движется потихоньку, трещит, трескается, хрустит, и потом эти куски отламываются с края и падают в воду. Мне кажется, самый такой впечатляющий природный, природный вот момент это было вот в Аргентине. Этот ледовик Перитов Морено называется, если кому интересно, городок Калафаты. Перед этим ты побывал в Бразилии, вот в Аргентине тебя впечатлила природа, и потом куда ты поехал? После Аргентины мы поднялись уже, это, Аргентина мы спускались до конца, там проехали кусочек Чили, и опять по Аргентине возвращались наверх, только уже по западной стороне. В Чили вы заехали специально, чтобы увидеть Чили? Она просто по пути была. То, что аргентинам нужно проезжать через Чили, чтобы попасть опять в Аргентину. И назад уже после Аргентины мы заехали в Боливию, Боливия была самая высокая над уровнем моря страна, и вот после Боливии мы поднялись в Перу, в Капарал, в Лима, наши мотоцикли поменяли, новую резину поставили, там масло поменяли, обслужили. Очень маленький такой ремарк сделаем. Вот здесь, в нашей среде люди интересуются мотоциклами. Что бы ты им посоветовал? Сперва купи машину, тогда мотоцикл можно. Лучший бренд Хонда? Я бы сказал, да. Хорошо, едешь ты на своей Хонде по Перу, и как тебя угораздило попасть в коме на 22 дня? Случай, даже какой-то такой нелепый с точки зрения водителя. 12 лет экспириенса, ты говоришь, да? Да, да. И уже проехавший где-то 25 тысяч майлов за вот 5 месяцев, и мы выехали из столицы Лима. Столица Лима, это столица Перу, 11 миллионов населения, очень огромный город, очень забитый. 11 миллионов? Да. Да, это самый большой в Южной Америке город. Выехавшийся из города был просто очередной день, у нас в спешке уже домой ехать не было. то есть, если мы ехавшие на юг немного спешили, чтобы в зиму туда не попасть, то назад мы вообще ехали не спеша. Спокойно? Спокойно, да. Мы 100 километров в час, там по километрам скорость и расстояние это 60 майлов в час, ну как наш фривей, ничего быстрее, как бы, и просто ехали. Хорошая дорога, была две полосы в одну сторону, хавей такой, две полосы назад в другую сторону. Произошло так, что ехали два трака семитракс и для тех, кто не знает, что такое семитракс фура, грузовик, они ехали по правой линии, мы ехали вот здесь по левой линии и вот этот грузовик решил, что ему нужно вот этого обогнать, хотя он не был там к нему в притирку и он перед нами перестроился. Как бы он мог подождать. То есть он обидел вас с этим действием? Ну, дискомфорт, да, мог бы он подождать, мы бы проскочили и он бы мог потом перестроиться. Ну, whatever, он перестроился и спереди него до следующей трака еще достаточно много было места. Двоюродный Рувим ехал первый и получается Рувим он выехал на правую линию, я вслед за ним и... То есть Рувим у вас первый был, как правило? Нет, обычно я ехал первый, но я же в этот день мы ехали просто на расслаблоне, мы никуда не спешили, а она съедет, у него просто круст-контрол электрический, а у нас механический. И просто он поставил на 100 километров и мы за ним уже ехали. За вами не так ему удобно ехать, Потому что у нас механический, а у него вот из-за этого, да, бывало он ехал первый и он выехал этого по правой линии получается обогнал и перестроился на левую линию, там дальше свободно. То есть без проблем он свой маневр выполнил. Я ехал вслед за ним и ну в этот вот момент спереди была горка. То есть я понимаю, почему тракист перестроился, потому что спереди была горка и из-за этого мы его хотели обогнать, потому что он сейчас нам тоже будет тормозить. Хочет он, не хочет, он же трак, мы быстрее и легче его по-любому. И из-за этого он перестроился, чтобы того обогнать. И получается Рувим уже проскочил, здесь начинается горка, я еду параллельно уже с этим траком и хочу сюда перестроиться. И из-за горки передний вот этот трак он начинает slowdown. Из-за груза, завеса он теряет скорость и очень вот быстро. Настолько быстро, что вот этот трак, который со мной рядом получается, он от меня сейчас слева. И вот в этот момент я понимаю, что я не успеваю. Как бы даже если я бы хотел газануть, я не в той передаче. И что вот ты посоветуешь людям в такой ситуации, что бы ты делал в следующий раз? Я думаю, это... Когда чувствуешь, что не успеваешь. называется аксидент, то есть как бы... Что ты все уже обречен. Ты не можешь, скажем, совет какой-то дать, потому что он на это называется аксидент. Как бы в твоем понимании то, что ты прогнозировал, оно поменялось. И здесь как бы совета нету такого, что потому что каждый день мы ездим с вами на машинах, мы перестраиваемся, иногда мы близко перестраиваемся, потому что мы рассчитываем, что та машина не притормозит, эта машина не разгонится, да? Как бы мы с вами все равно на дорогах, скажем, когда ездим, доверяем кому-то, да? То есть ты признаешь, что ты сделал ошибку? Да. Чтобы ошибки не повторить тебе в следующий раз или другому человеку в этой ситуации, что бы ты посоветовал, давай так скажем? Больше дистанции, больше места для безопасности. И да, в этот момент я понимаю, что я уже не могу перестроиться и просто решил, что вариант нажать на тормоза насколько можно, вот столько и нажать. Мотоцикл имеет ABS, чтобы колеса не скользили и вот все, что я смог, это вот так нажал тормоза и ручные тормоза. Сцепление здесь тормоз и ножные. Ну, все, что было, я нажал и вот так в замедленном виде, знаешь, он приближаясь, приближаясь, приближаясь и удар. Ну, ты нажал очень резко? Я нажал очень резко, но ABS, он не дает, чтобы там блокирует. да, чтобы диза мотоцикл ушел и из-под тебя выпал. То есть, ABS свою работу сделал, как бы, чтобы меня, ну, не подкосило. и когда я уже очнулся, я лежал на левой стороне, ехал по правой линии, а очнулся на левой линии. То есть, первое же, ну, сейчас, смотря назад, осознаю, что первое же чудо, что после столкновения с передней фурой меня не сразу выкинуло, потому что здесь ехала же та фура. но через какой-то момент, да, потом я упал на левую сторону и, слава Богу, что меня, ну, та фура еще не передавила. Потому что были такие слухи, что, о, там, что я попал под трак. тот трак меня не задавил. То есть, был удар. Не проехался по тебе, он не проехался. То есть, я ударился впереди меня semi-track и весь удар, получается, мой живот и принял весь удар. Вот это вот бак, руль, бензобак, руль, стекло лобовое. Но я думаю, самое большее повреждение наверное было из-за вот этого стекла лобового, но она пластмассовая. Потому что при ударе она согнулась и как бы уперлась в живот. Ребята говорят, что на шлеме не было повреждений, что как бы головой в сам в трак я не врезался. И как бы достаточно много значит оттормозился, что не было такого, что я аж с байка слетел там и в трак врезался. Слава Богу, что хоть так, поменьше. И вот когда я очнулся, боль, просто страшная боль в животе, я подвигал одну руку, подвигал другую руку, подвигал ноги, вроде все работает, думаю, слава Богу, не все так плохо. То есть, да, болит, да, там ужасно больно, но вроде как двигается. Переломов не чувствуешь, да? Да, вроде переломов не чувствую, вроде все двигается. но далеко я не знал, насколько там все плохо внутри. И в этот момент тот, в кого я водитель, в который я врезался, он остановился, он вызвал скорую помощь, дождался, пока она приехала, приехала скорая помощь, меня забрали в скорую помощь. Водитель тут не стал с нас ничего требовать, хотя я ему там разбил задние поворотники, фары, погнул ему балку, но он сказал, слава Богу, что живой, мне от вас ничего не надо. И уехал. Меня отвезли в больничку, в небольшую больничку, где со мной двоюродный он захватил мои документы, которые с мотоцикла вылетели, потому что ящик у меня задний раскрылся. Два остались целые, один пластмассой, и он раскрылся. И поехал со мной в больницу. Перевезли меня в больницу. Так, очень смутно, я помню, скорую больницу, так, боль, просто настолько была боль, не было даже, даже не хотелось думать, как бы голова не хотела думать. Рувим, с наших троих, я сама больше, я обладаю испанским языком. И меня врачи спрашивают, а я у Рувима спрашиваю по-русски, что он говорит. А Рувим думает, что он у меня спрашивает. То есть, ты по-мекси испанский разговариваешь. Говорит, я понял, что ему очень плохо, раз он перешел просто на русский язык, и это самое... То есть, ты был в полуобрачном состоянии, да? Да. Почти без сознания, но в сознании. Да, и это самое, я даже не мог понять, что они говорят. И пришлось Рувиму там через переводчик, через телефон, как-то объясняться. Привезли они меня в маленькую такую больничку, подождали, пока там меня приняли, туда-сюда. дали Рувиму такой вот список, говорят, иди в аптеку, покупай вот эти все вещи, просто элементарные вещи, антисептик, бинты, эти рукавицы, просто элементарные вещи, плюс всякие эти обезболивающие, и послали, говорят, вот принесешь, начнем операцию. Этот лист сколько обошелся? По-моему, это 600 долларов. Дорогие перчатки в Перу. Ну, там не только, то есть, вот все, что для операции, почти все. Мы пришлось здесь, он прошел две аптеки, скупил у них все эти вещи, принес назад, дал им, говорит, нате, вот, он говорит, окей, мы начнем операцию. И как я слышал, что это достаточно так всегда в бедных частях стран, что, ну, вот так они работают, у них в наличии нету. Вот, если ты хочешь, чтобы тебя лечили, плати, приноси, потом начнем лечить. То есть, у людей есть опыт, экспириенс, но нет материала? Сделали мне в первую же ночь операцию, ну, пока не начали, уже, уже вечером, авария случилась днем, 12 апреля, операцию они начали уже почти ночью, там, вечером, наверное, в 9. и после того, как они меня вскрыли, они обнаружили... Это было под общим наркозом или уже тебя в коме ввели? Это было под наркозом. Под наркозом они меня всыпили, вскрыли и нашли просто кучу повреждений, то есть, 6 сломанных ребр, пробитые, легкие, желудок сам разорвался, поджелудочная была просто в отбивные, почка была поврежденная, печень поврежденная, внутреннее кровотечение, и кишки все были в брусд, побитые тоже в синяках, и они остановили кровотечение, зашили желудок, и уже с утра сказали ребятам, что здесь он не выживет, везите его в столицу, ищите больницу, и надо его в столицу, потому что у нас нету ни койпань, ни персонала, чтобы здесь он, чтобы его спасти, и один из хирургов, он помог нам найти больницу, Михаил и Рувим начали звонить, они позвонили в страховую компанию, страховая компания дала там список больниц, с которыми они могут работать, слава богу, что женщина в страховой компании говорила по-испанскому, она могла поговорить с больницами, там как бы помогла в этом деле, и но звонившие вот по списку, которым они дали, просто одна за другой больницей, не брали меня по разным причинам, то они хотели предоплату, то они этот инчуринт еще не знают, то у них места нету, и даже в больницу, в которую я вообще попал, они тоже сказали, что мы не можем тебя принять, у нас нету места, и как бы извините. И что случилось, что они приняли? Случилось, что вот этот хирург, который второй, который присутствовал на моей первой операции, он говорит, у меня есть друг хирург в столице, я ему позвоню, попрошу, и он позвонил хирургу, который в столице работает, это был как раз Страстной Четверг, в Перу очень много католиков, для них вот Пасха, это большой праздник, и этот доктор Кастро, это звать хирурга, который потом меня оперировал, оперировал, он был уже дома, они готовились вечером с семьей пойти на диннер, и ему позвонил этот доктор Салдио, и говорит, пожалуйста, у меня вот есть паренек, объяснил ему весь список повреждений, типа, если можешь, спасай, потому что мы не можем, а они, вот эти два хирурга, они в мечте учились, и по дружбе этот хирург, он согласился, говорит, окей, давайте везите, и нашли скорую, меня перевезли в ту больницу, и это доктор Кастро, он оставил свою семью, кенцелл свои планы на вечер, сказал жене, извините, и поехал в больницу меня спасать, как бы, и как раз вот эти выходные, это и была Пасха, для католиков, это большой праздник, как и для нас, и вот в четверг, это был разговор в четверг, в пятницу меня привезли, и вот последние, следующие два дня он оперировал. Ты помнишь вот это вот время, когда тебя везли? Нет, вот после первой больницы, даже на первой операции, как меня усыпили, я только проснулся через три недели, то есть, дальше они продолжали, они увидели, что тело, настолько повреждений много, они меня ввели в кому, получается, как бы, держали в коме, пока не начали легкие, начали восстанавливаться, начали работать, и потом уже только вывели меня из комы. А этот городок далеко от столицы был? Не знаешь? Где-то час двадцать примерно от столицы. Ты доктору хоть конфеты купить успел? Да, успел, кстати, Геннадий, он тогда с Белоруссией вернулся и на отцу передал конфеты, а отец, он прилетал в Перу с моей сестрой, и то мы ему вручили пачку белорусских конфет. Белорусские вкуснее, чем американские? Ну, экзотичнее. Хорошо, значит, двадцать два или двадцать один день ты провел в коме. Да, двадцать двадцать дня, двадцать два дня я провел в коме. Зачем так долго? Ну, так они решили, что настолько сильны повреждения, что надо, чтобы человек не двигался, чтобы тело пыталось восстановиться. Они пять дней кололи адреналин, потому что сердце хотело выключиться. Они кололи адреналин, пытались, чтобы сердце не прекратило работать, потому что настолько были серьезные повреждения, много потерял крови. Оказалось, у меня ОНЕГРЕВ, группа крови. ОНЕГРЕВ. ОНЕГРЕВ. Я по-русски не знаю, извини. И достаточно получается, это кровь давать, ты можешь ее всем, а принимать только такую же. И по статистике в Перу это самые меньшие статистики кровь, тип крови, который находится в Перу. И было очень сложно найти кровь. Даже мои родители уже в Red Cross звонили и пытались этот вопрос как-то решить, но в конце концов, слава Богу, нашлось. У тебя кровь в папу или в маму? Своя. Ты так и не установил, с кем кровь одинаковая? От медицины очень далеко. И вот это был самый такой момент, где я самое большее времени провел с медициной, ознакомился и много чего подучил. А так я не люблю ни больницы, не медицину, просто вот вижу рану и мне плохо. Не мое вот это дело. То есть 22 дня ты провел в больнице без сознания? Да, без сознания. Когда я проснулся, пришел в себя, ребята начали спрашивать вопросы, ну, типа, где-то есть. Твои ребята 22 дня были с тобой? Не только 22 дня. Они пробыли со мной в больнице все 75 дней, которые я пробыл в больнице. Ты провел 75 дней в больнице? почти три месяца. То есть остальные 50 дней ты был в сознании в больнице? Да. Да, в 28 дней я в ICU пролежал. Ну, после того, как они меня с комой вывели, еще неделю был в ICU, и потом они меня же перевели в палату. Ну, просто без ваших молитв, без молитв родителей, родственников и весьма людей, которых я даже не знаю, я бы не был на этом месте. после второй операции, когда меня уже привезли в большую больницу, хирург, он, что там, пять часов где-то операция была, он вышел и говорит моим ребятам, если мы все, что могли, мы сделали, дальше говорит, если вы молящиеся люди, молитесь, как бы нужно чудо, и слава Богу, чудо было. Хорошо, кроме финансовой части, твое выздоровление, самочувствие, немножко об этом вкратце хотя бы расскажем. восстановление только слава Богу. Как бы поджелудочная, мне врач показывал прямо на снимках, что она поломана напополам, даже так чуть-то раздвинутая, и он говорит, мы ничего не можем с ней сделать, вот такую деталь мы не можем шить, потому что внутри идут сосуды, по которым идут все эти кислоты, которые там сахар, инсулина, это все выдается, и он говорит, либо оно омертвеет, и не будет работать, и тогда уже, ну, как сразу диабетом встаешь. Либо, говорит, если будет чудо, оно срастется. У тебя нет сейчас диабета? Ну, нет, слава Богу, только Господь. Поджелудочная срослась, инсулин начал вырабатываться, почка, которая повредилась, она заработала снова, печень, легкие, ну, в принципе, все начинало зарабатывать, и даже сам врач говорил, что где-то на процентов 30 у тебя восстановление идет быстрее, чем мы ожидаем, ожидали. И это только милость Божья и его рука. Слава Богу, как ты себя сейчас чувствуешь, как транспортное средство селвич тайтл, или ты можешь сказать, что ты уже клинт тайтл? Как маловитражка. Все работает, но просто меньше ограниченной силы и ограничено пока количество еды, сколько я кушаю. Не так, как я раньше ел, потому что желудок зашивался, желудок, ну, его вообще-то два раза зашивали, потому что после недели в больнице желудочная кислота разъела шов, и он опять разошелся, и они нужно было как-то его назад зашить, но они говорят, уже настолько было повреждено, что они не могли его зашить, они прищепками просто такими прикрепили, чтобы прикрыть его, и в июне, в начале, 2 июня, повторную операцию делали повторную операцию, и опять вот этот врач, доктор Кастрю, своего бог, он просто каждый день приходил, он хирург, он свою работу сделал, он как бы не обязан даже приходить, он не то, что хирург, он был один из главных хирургов, он даже приходил в воскресенье, в свои свободные дни, просто проверить, ну, как мои дела, как все, вот эти стеки, жидкости, которые там собираются, все, приходил, проверял, смотрел, и напряжение вот почти всех трех месяцев, он приходил каждый день, проверял мои самочувствия. Эти три месяца у тебя было какое питание? Ну, в коме, понятно, ты через трубки питался, через трубки все выходило, да, а после того, как вышел из комы, какая пища тебе можно было есть? Все, таки, дальше продолжалось, через трубки, потому что желудок по-прежнему был не зашитый, и впредь до, наверное, последних три недели, где-то две, наверное, только последние две недели мне начали давать какую-то жидкую пищу, смесь, да, кашу, пирожка, такое, что-то жидкое, через трубки, ну, уже через рот, а так все время через вену, IV капало, и все время через вену, в желудок как бы ничего даже не поступало, потому что он был порванный. После повторной операции можно было каши есть? Ну, еще прошло, наверное, три недели потом, и эта повторная операция была в июне, то есть, авария в апреле, в июне, и только там середина июля начали давать уже питание, что желудок начал опять работать. И поначалу, наверное, первых два месяца я просто ел, наверное, одну четверть количества того, что я раньше ел, как бы, и очень быстро кончались силы, очень быстро энергия уходила, потому что мало ест. Ну, не только кашу, и можно было так, курочку можно было, салатик, ну, такое легенькое, все легенькое, ну, так, наверное, месяца два, так, на легкие. Сейчас, слава Богу, все кушаю, все работает, сахар правильный, кислотная, там, кислота поджелудочная, ну, слава Богу, все работает. Стейки ешь? Стейки ем, ел вот недавно, но чуть-чуть он, тяжело для себя. Тяжеловато, да, еще тяжеловато. Да, такая поездка непредсказуемая получилась, и, как бы, люди, которых мы встречали, не зная того даже, что вот будет, да, оказались огромной помощью и благословением в этой всей процессе. Мы вот, когда заехали в Мексику, мы заезжали в детский дом, на Крисмос, как раз мы были в детском дому, провели там с ними программу, катали детей на мотоциклах, там, плов им варили, как бы, и потом имели такое хорошее общение с молодежью, там, в Гуаймас, в Мексике. И одна из этих женщин, которые в Мексике, мы встретились, потом оказалась очень большой помощью нам в этом инциденте, то есть этот человек просто, которого мы, ну, случайно встретили, но не были бы мы там, не встретили бы этого человека. Хорошо, расскажи сегодняшнюю свою жизнь и какие у тебя планы на будущее? Ну, пока еще восстанавливаюсь. Сколько ты вообще планируешь восстанавливаться? Какие тебе диагнозы врачи давали? Врачи очень вот недавно читали бумажки, всякие вот эти там тесты, резуты, все, но все, правда, на испанском, и вот именно искали этот момент, что они сказали на будущее, да, и буквально написано на будущее, по-испански там написано forecast, типа на будущее, одно слово, bueno, хорошо. Как бы... Как ты это понимаешь? значит, будущее хорошо. Я понимаю, что Бог меня восстановил, что все функцилирует правильно, и будущее будет хорошо. То есть, ты с малолитражки планируешь стать средним автомобилем, да? Ну, да, как прежде. И в принципе, слава Богу, все работает как надо. Просто надо больше exercise, чтобы мышцы восстановились, и я думаю... Ну, я думаю, в комментариях, если люди будут что-то спрашивать, может быть, ты ответишь, а сейчас просто давай сделаем какой-то итог, может быть, какие-то ошибки ты выделишь, может быть, какие-то выводы ты сделал. Подытож, пожалуйста, свое вот такое происшествие и поездку. ну, я бы сказал с того, что эту поездку мы как бы ехали посмотреть творение рук Божьих, да? А поездка, она закончилась тем, что мы увидели дела Божьи. Не просто вот, что Он сотворил, да? Вот каждый в нашей своей жизни мы увидели его прям вот реальные, его милости, его дела, его заботу, его чудеса над каждым из нас. Я бы сказал, что в итоге вот эта поездка, да, она дала вот какой-то вот двиг, сдвижение, то есть если здесь мы жили, работали, ну, воскресенье церковь, вот там молодежные и опять работа, и вот такая вот круговорот, то это точно, ну, такой вот сдвиг был не только в плане вот увидеть мир, да, но и в духовном плане тоже, то есть мы все пережили, да, вот прям реальное действие Божие и как-то в этом, ну, поднимается вера, поднимается понимание, да, и близость вот к Богу, как бы отношению. Я не жалею, что я поехал на такую поездку, не печален или не огорчен на то, что случилась такая ситуация, да, случилось, да, было неприятно, больно, там, я не огорчен на такую ситуацию. То есть ты смотришь на прожитое с довольствием, с благодарностью к Богу, ты умудрен каким-то опытом и перешел из определенной веры в веру, да? Да, можно сказать так. И последнее, наверное, твое пожелание вот из того, что ты пережил, из того, что ты почувствовал, понял, в общем-то, не каждому такое дано, но у тебя такое было, что ты можешь пожелать? Ну, я бы пожелал, наверное, каждому найти, не то, что найти, сделать, может, у нас в каждом время одинаково, но сделать это время, да, и поехать все-таки, я не говорю в гласоведочную поездку, а хотя бы на миссию, хотя бы вот на месяц, потому что то, что на неделю от чего-то отвлечься, оно сильно коротко, вот да, наша церковь ездит в Мексику, но это неделя, 10 дней, недостаточно того, чтобы вот как бы отойти, оторваться, как бы от вот этого нашего бытия, то есть поехать куда-нибудь вот в миссии очень много, там детский дом или в другой какой-нибудь революционный центр, да, и вот на месяц послужить и просто вот пережить, да, вот это вот отдачу, как бы вот и вот этот disrupt, как бы перерыв между вот этой бытовой суетой, рутиной, да, то есть пережить особые впечатления, особые чувства в своей жизни иногда человеку надо, в общем-то, если кого что интересует, они в комментариях могут тебе ставить вопросы, какие-то еще уточнения, а на сегодня мы закончили, с вами был Михаил Свержевский и мое имя Анатолий Попов, благословений вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok